Чем ниже курс рубля, тем меньше трудовых мигрантов в России. Эта формула довольно проста. Санкции Запада против России из-за вторжения в Украину сказались на мигрантах в Москве и других городах, пишет ряд СМИ. Если люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, из-за курса рубля им стало невыгодно. Раньше 1000 рублей давало 1400 сомов, сейчас 600 сомов. На возможное решение мигрантов переехать в другую страну повлияло и то, что в России почти не осталось инструментов по отправке денежных средств. Очень важную роль сыграл выход платежных систем Visa и MasterCard из России, потому что мигранты уже привыкли к пользованию этими системами. Выход Western Union и Unistream оказал меньшее влияние. Кроме того, у меня сейчас очень много обращений от мигрантов, которых работодатели заставляют писать заявление об увольнении официальном для того, чтобы они были заняты нелегально. Естественно, мигранты с этим не согласны. Сергей Абашин, заведующий сектором Центральной Азии, Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья, подчеркивает, что снижение курса рубля и остановка ряда предприятий должны привести к некоторому оттоку мигрантов. Но пока говорить о конкретных цифрах еще рано. Пока эти все рассуждения об оттоке мигрантов носят спекулятивный характер, то есть основаны на общих соображениях и единичных случаях. Статистики, которая бы это подтверждала в масштабах России, нет. Многие пытаются найти себя просто в другой сфере занятости в других регионах. Сейчас, наоборот, будет приток в Москву, но этот приток очень временный, и он закончится тем, что из Москвы тоже будут утекать, естественно, если не изменится ситуация в самой России. Санкции — не первые трудности, с которыми столкнулись трудовые мигранты в стране. Препятствия на пути их работы создавало и правительство России. К примеру, осенью 2021 года были введены новые правила. Тем, кто приехал в Россию трудиться, нужно проходить биометрическую идентификацию, снятие отпечатков пальцев, медицинское освидетельствование каждые три месяца для подтверждения отсутствия инфекций на ВИЧ, сифилис и даже проказу. Раньше мне казалось, что это на количество мигрантов не повлияет, это просто повлияет на количество легальных мигрантов, то есть останутся исключительно нелегалы, потому что быть легальными невыгодно стало. Но сейчас я уверена в том, что это повлияет и на количество, потому что Россия хочет с мигрантов все больше и больше денег, платить она им все больше и больше не готова, наоборот, готова сокращать и зарплату, и вытеснять в теневую занятость, ну зачем такая неприветливая страна. Но если не Россия, то где бы могли искать новые места работы мигранты из Центральной Азии? Такой страной мог бы стать Казахстан, который хоть и уступает по уровню зарплат, но с санкциями не обременен и может предложить льготные условия для трудоустройства, говорят правозащитники. Трудовые мигранты из Центральной Азии уже ищут возможности заработка здесь. Прежде всего это строительный сектор и сфера услуг, где-то стройки, различные кафе. В принципе у нас для стран с невизовым режимом в Казахстане, а это как раз страны Центральной Азии, есть возможность трудоустройства домашним работникам. Любой гражданин Казахстана имеет право нанять до пяти человек домашних работников. Это не стройки, это ремонтные работы, например. Среди других стран, которые рассматривают трудовые мигранты, как отмечает Валентина Чупик, они называют Турцию, Польшу и даже Мексику, откуда можно попытаться перебраться в США.